Уважаемый друг, уважаемые члены делегации, дорогие члены прессы, приветствую сердечно всех вас от всей души. Выражаю свое удовлетворение тем, что вновь господин Путин и его сопровождающие делегации находятся в нашей стране. Еще раз приветствую их в нашей стране. В течение этого года с господином другом господина Путина мы уже в восьмой раз встречаемся. Данный тесный диалог демонстрирует наше рабочее партнерство относительно наших двухсторонних отношений и в вопросе региональных вопросов. С каждым днем укрепляется российско-турецкое сотрудничество. Имеется гармоничная рабочая среда на политическом уровне. Данные визиты и наши телефонные разговоры дают нам возможность дать оценку критическим вопросам регулярно и развить общую точку зрения. Данную стратегическую координацию мы продолжим в ходе седьмого совещания Совета сотрудничества на высшем уровне, которое будет проведено в следующем году. До проведения данного совещания наши соответствующие министры проведут подготовительные работы. Данная гармония на политическом уровне положительно отражается в экономических и гуманитарных отношениях. Двухсторонний торговый оборот наших отношений в первые 10 месяцев 2017 года увеличился на 30%. Также необходимо сказать, что на очень хорошем уровне находится также сотрудничество в туристической сфере. В этом году до сих пор нашу страну посетили 4,5 миллиона российских туристов. Эти цифры, несомненно, вырастут в 2018 году. Другим критическим аспектом наших двусторонних отношений является энергетика. Партнерство в этой сфере мы считаем, что мы поднимем на новый уровень посредством проектов «Турецкого потока» и «Акую». Осуществление данных проектов в кратчайшее время является желанием обеих сторон и решительностью обеих сторон. Уважаемые члены прессы, сегодня с господином, дорогим другом Путином, на еду двухсторонних отношений, мы также обсудили и оригинальные вопросы. Среди этих вопросов, в первую очередь, несомненно, было развитие событий в Иерусалиме. Решение ураговатства Соединенных Штатов о переносе столицы Израиля в Иерусалим привело к большой волне возмущения. Данное решение разочаровало мусульман и христиан, а также разумных иудеев. Данный безответственный шаг наяву сложилась ситуация, которая наяву. В конце недели, в ходе акции протестов, от рук израильских солдат погибли 4 палестинца. В настоящее время около 2000 палестинцев получили ранения. Самолеты Израиля разбомбили сектор газа. Можно сказать, что Израиль словно подливает масло в огонь. Последний процесс Израиль использует для увеличения давления и актов насилия в отношении палестинцев. Люди с совестью, с нравами, с принципами. Никто из таких людей не может игнорировать такие преступления. Как и вы знаете, в качестве председателя Организации исламского сотрудничества через два дня в Стамбуле мы созываем саммит Организации исламского сотрудничества, куда пригласили лидеров стран. Верю, что в результате этого совещания мы дадим сильный месседж всему миру. Относительно вопроса Иерусалима я понаблюдал, что с господином Путиным у нас есть похожие подходы. И мы пришли к согласию, что продолжим наши контакты в этом вопросе. Сегодня также мы коснулись вопроса в Сирии. Особенно мы коснулись вопросов, решения, которые мы приняли в сочинском замете, которые являются продолжением астанинских встреч. Нам удалось дать оценку этим решениям. И мы обсудили, что мы будем делать после этого. И мы решили, что во второй раз в Сочи мы вновь встречаемся для этого процесса. Какие мы можем дополнительные шаги предпринять для продвижения политического процесса? С другой стороны, в качестве стран гарантов астанинских встреч считаю, что мы внесем значительный вклад для женевского процесса. Дорогие члены прессы, считаю, что наши тесные контакты между Турцией и Россией идут не только на пользу развития наших двусторонних отношений, а также региональной стабильности. В этом контексте мы желаем сохранить данный импульс для следующих, следующих периодов. И желаю, чтобы данный визит пошел на благо. Но между тем, также хочу сказать, относительно С-400, наши соответствующие органы, товарищи, проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу и желаю вам успеха в этом плане. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы также рады находиться сегодня в Анкаре, в гостях у наших друзей, у нашего друга, господина президента Эрдогана. И прежде всего хотел бы отметить, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили ключевые вопросы двухстороннего сотрудничества, включая реализацию стратегических торгово-экономических и военно-технических проектов. А также обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. При этом, естественно, что акцент был сделан на резко обострившейся ситуации в ближневосточном урегулировании и на сирийских делах, в которых наши страны плотно взаимодействуют. Подчеркну, что в целом сотрудничество между Москвой и Анкарой развивается весьма успешно на самых различных направлениях. Упомяну также контакты по линии внешнеполитических ведомств, отраслевых министерств, парламентские обмены, работу межправкомиссии. Вместе с президентом Эрдоганом удовлетворением констатировали, что с начала года двусторонний товарооборот заметно подрос. С января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36%, до 15 миллиардов долларов. А за весь прошлый год этот показатель равнялся 15,8, то есть в этом году он явно будет превышен. Всё это стало возможным благодаря принятым совместным решениям об отмене ограничений в торгово-экономической сфере. Упомяну, что за первые 8 месяцев текущего года импорт в Россию турецкой сельхозпродукции увеличился в 1,8 раза. Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении нужно предпринять дальнейшие шаги по либерализации наших торгово-экономических связей. В этом смысле считаю наш разговор очень полезным. Весьма показательный темп роста российского турпотока в Турцию, о чём господин президент только что сказал. В этом году турецкие курорты посетили 4 миллиона россиян. Напомню, что в 2016 году это было всего 866 тысяч. Подробно обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Принципиально важно, что, в принципе, начинается работа по строительству первой в Турции атомной электростанции АКУЮ. По графику идёт сооружение газопровода «Турецкий поток». Предусматривается прокладка по дну Чёрного моря двух веток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров каждая. Воплощение в жизнь этого проекта, безусловно, будет укреплять энергобезопасность Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны. Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитные соглашения, которые, я это хочу подтвердить, надеюсь, будут подписаны в самые ближайшие дни. Говорили и о ситуации в Сирии. От террористов освобождена там практически вся территория. В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня обеспечения процесса политического регулирования в Сирии в ходе трёхсторонней встречи глав России, Ирана и Турции 22 ноября достигнуты договорённости на этот счёт. И сейчас нужно добиться их полной реализации. В частности, ведём совместную работу по подготовке и проведению в начале следующего года Конгресса сирийского национального диалога. Планируется, что его участники рассмотрят такие значимые для всего сирийского народа вопросы, как параметры будущего государственного устройства, принятие Конституции, проведение на её основе выборов под контролем организаций объединённых наций. Не открою никакой тайны, если скажу, что сегодня в ходе своей поездки в Сирию я подробно говорил об этом с президентом Ассадом. Исходим из того, что по итогам Конгресса удастся активизировать усилия по сирийскому регулированию и в рамках женевских переговоров. Как страны-гаранты астанинского процесса продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон доэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта. Договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к восьмой международной встрече по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года. Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой Республики и президента Эрдогана в эту работу по примирению сторон. Обсуждали и гуманитарную ситуацию. Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединённых Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а наоборот дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе. По сути, может перечеркнуть перспективы Палестино-израильского мирного процесса. Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объёме на ранее принятых решениях в рамках Организации Объединённых Наций. Конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима – предмет прямых Палестино-израильских переговоров. Президент Турции проинформировал о подготовке к проведению послезавтра в Стамбуле внеочередного саммита Организации Исламского Сотрудничества. Разумеется, Россия, как страна-наблюдатель при организации, будет представлена на этом мероприятии. И в завершение хотел бы поблагодарить президента Турции за открытый и конструктивный разговор, нацеленный и далее сообща работать над развитием сотрудничества между нашими странами на основе принципов добрососедства и уважения интересов друг друга. Благодарю вас за внимание. Спасибо.